уважаемые львы и львицы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга и сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 29 ноября по 5 декабря включительно что вас ждет в этот период расклад подойдет и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех без исключения приглашаю к своему столу постарайтесь на момент просмотра хоть немножко расслабиться только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать события этого периода я буду рассматривать в общем основные моменты вашей судьбы работа финансы карьера внешний мир другие люди долги и кредиты у тех у кого такие есть также ваша личная жизнь и те кто в паре и те кто продолжает оставаться в свободном поиске посмотрим чем для вас эта неделя закончится и постараемся рассмотреть скрытые факторы на ближайшее время также в раскладе будет участвовать карта основного совета и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания подумайте о своем вопросе карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт которая будет последний и будет являться ответом на ваш вопрос не только ответом но и своего рода подсказкой в отношении вашего вопроса мы сможем увидеть что вам поможет или наоборот что может являться в отношении вашего вопроса помехой думайте сейчас о своем желании желание должно быть всего лишь одно напоминаю что этот тороподнос вы можете смотреть как по своему основному знаку гороскопа также и по асценденту и то и другое правильно но таким образом у вас будет больше информации для анализа и несмотря на то что расклад общий я больше чем уверена что многие из вас найдут для себя важную и полезную информацию досмотрев это видео до конца колода настраивается сейчас на вас на ваш запрос поэтому думайте еще о своем желании кому нужно больше времени нажимайте на паузу а я продолжаю сегодня работаю как обычно на двух колодах и мы с вами начинаем ваша первая карта на этот период уважаемые львы и львицы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваша склад начинается с практичной деловой карты это девять монет в начало этого периода вы входите уверенные в себе вы полны сил вы полной энергии и это уже хороший знак вы настроены на работу вы настроены на то чтобы что-то улучшать своих доходах эта карта может показывать любые моменты связанные с работой и с делами ваше уважение в обществе ваше умение зарабатывать и вашу деловую хватку эта карта также может говорить и о вашем умении окружать себя красивыми вещами или умение радовать чем-то себя и своих близких эта карта предвещает безбедную жизнь это что денежки у вас на многое есть и по этой карте вы себе что-то можете позволить для кого-то это новые приятные покупки как для себя так и для дома эта карта успешных людей и она говорит о том что дела у вас идут очень хорошо то есть по этой карте к вам могут стабильно поступать доходы даже если меня смотрят те кто не работает эта карта может говорить о том что у вас есть дополнительный источник дохода для кого-то из женщин эта карта может говорить о том что вам кто-то готов покровительствовать и помогать финансово это может быть ваш супруг это может быть кто-то из дома из семьи но вы и сами способны зарабатывать потому что по этой карте вы самодостаточная личность и под вашими ногами на сегодняшний день есть прочный фундамент вы знаете чего в жизни хотите и вы знаете как многого добиться эта карта порядка во всем и прежде всего порядка в вашей голове что войдет в вашу жизнь в течение всего этого периода и второй картой для вас выпала королева монет вторая материальная карта если говорить о женщинах лицах эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том что вы способны не только хорошо зарабатывать но и увеличивать свои доходы по этой карте вы способны накопить преобразовать приумножить сохранить при том что у вас могут быть еще траты но деньги будут и оставаться по этой карте вы успеваете абсолютно везде потому что у вас есть планирование своего дня многие из вас могут быть успешными бизнес леди и в то же время вы успеваете дома уделить внимание своим родным и близким или каким-то бытовым моментом для мужчин эта карта говорит о том что очень много в этом периоде будет зависеть от женщины скорее всего от женщины земной стихии это может быть телец дева или козерог по гороскопу но не обязательно возможно это просто женщина с которой вы связаны финансами или работой для женщины эта карта тоже может говорить о том что в вашем ближайшем окружении есть дома с которой вы сотрудничаете и в работе эта женщина в чем-то вам может помогать с этой женщиной в чем-то может выдержите совет или от этой женщины что-то зависит но это удачное содружество и сотрудничество несмотря на то что многие из вас вполне успешны в этом периоде будет очень много знаков вопросов касающихся работы дальнейшего развития или определенных вложений если говорить конкретно о работе в вашем случае двойка жезлов отвечает не только за основные кармические моменты которые вы проживаете в этом периоде но и за моменты связанные с работой а здесь мы видим выбор эта карта предполагают то что вы хотите развиваться вам недостаточно того что вы на сегодняшний день имеете вы хотите нечто большее но для того чтобы реализовать нечто большее вам скорее всего нужна помощь инвесторов дополнительные финансовые вложения и возможно вы как раз думаете о том где найти дополнительные финансы для того чтобы двигаться вперед его что-то вкладывать эта карта может говорить о том что возможно вы хотите совместить два интересных проекта либо начать что-то новое дополнительно но на все это потребуются деньги эта карта размышлений пока больше бездействия чем действия но вы не торопливо рассуждаете для того чтобы не сделать ошибку эта карта говорит о том что что-то в ближайшее время должно в вашей жизни запускаться но это начало чего-либо из-за этого двойственность я вижу что у вас благородные помыслы чистые намерения и я вижу что если у вас были вот эти дополнительные финансы вы бы помогали всем своим близким вы и так многим помогаете забегая немножечко вперед скажу о том что и закончится для вас это неделя для многих очень успешно потому что выпало для вас десяточка жезлов она закрывают эту неделю и кто-то из вас возможно даже захочет поработать выходные но к этой карте мы еще вернемся перейдем к нашим семейным парам посмотрим что происходит у вас в быту и в ваших личных отношениях для вас выпали две прекрасные карты 10 монет и 8 жезлов карты как на подбор великолепные они во первых говорят о том что в дом поступают стабильные надежные финансы возможно кто-то зарабатывает не выходя из дома вашими надежными ты лами может быть кто-то из родных и близких в том числе ваша вторая половинка готова во всем вас поддержать у вас могут быть какие-то общие планы проекты может быть в этом периоде вы планируете семейные праздники или сборы возможно вы что-то планируете на отдаленное будущее но уже готовите сейчас потому что вот эта карта может показывать любое семейное торжество это что вы что-то празднуете восьмерка жезлов предполагает скорость активность даже в доме поэтому когда вы дома вы и дома не отдыхаете вы постоянно в заботах в суете любые приобретения которые будут сделаны в этом периоде будут для вас нужными и полезными и прослужат вам очень долго возможно по этим картам кто-то из вас захочет вложить деньги в определенный бизнес или дело прекрасные карты для семейного бизнеса или вы просто по этой карте кому-то готовы оказать помощь детям внукам кому-то из родных у вас может быть очень у вас может быть по этой карте много родни и все вас любят и все вас уважают в вашей паре ваших отношениях я вижу огромную привязанность и несмотря на то что есть бытовые проблемы вы с легкостью с ними справляетесь карты могут также говорить о том что возможно вы планируете совместные дороги со своим партнером на будущее но вот эта карта может говорить о том что ваша вторая половинка сейчас находится в состоянии дорог или возможно вы находитесь с партнером на расстоянии но не обязательно для каждого эта карта проиграется по-своему в любом случае карты хорошие и даже если вы на расстоянии вы все равно друг друга поддерживаете и друг другу помогаете даже если меня смотрят те кто не работает вообще эта карта может говорить о том что у вас дружная семья или вас не оставят без финансов вас наведывают интересуются вашим здоровьем и спрашивают как у вас дела и такое общение может быть каждый день давайте посмотрим что происходит у наших свободных львов и львиц и для свободных выпала карта семерки монет карта пожа чаш и карта рыцаря монет также три замечательные карты я так полагаю что по семерки монет у многих из вас есть основная занятость основная работа но если в начале этой работой или определенным проектом вы горели у вас было желание что-то развивать вы вкладывали очень много сил и энергии вы и сейчас во что-то вкладываете свои силы но есть легкие нотки разочарования и желание что-то в жизни менять вам хочется чего-то большего то что раньше вас увлекала на сегодняшний день этого уже недостаточно но вы не унываете мне нравится ваш оптимизм это что вы с уверенностью смотрите в будущее в центре вашего расклада выпала карта пожа чаш эта карта может показывать дружбу любовь поддержку кого-то в вашем ближайшем окружении это может быть хороший друг или подруга для кого-то это возлюбленный или возлюбленная эта карта хороших новостей касательно работы это карта творческого развития возможно вы желаете чему-то учиться возможно кто-то уже сейчас чему-то учится и вы готовы вкладывать деньги в свои хобби свои увлечения но так чтобы эти хобби приносили вам еще дополнительный заработок у кого-то могут быть детки от прошлых отношений это не является проблемой ваши дети вас будут радовать своими успехами и то что касается вашей личной жизни вы ее можете вполне устраивать потому что по этой карте вами конечно же кто-то интересуется из противоположного пола если говорить о женщинах вашем ближайшем окружении уже может быть мужчина который говорит вам о своей любви или о проявлении своих чувств вас могут приглашать на свидание и мужчина рядом с вами может быть вполне основательный потому что по рыцарю монет это мужчина который умеет зарабатывать и мужчина на которого вы еще сможете опереться но для кого-то эта карта может показывать просто коллегу сотрудника друга в работе в делах с которым вы сотрудничаете если говорить о мужчинах вот эта карта показывает вашу деловую хватку желание развиваться деловые поездки и дороги любого рода командировки все что связано с заработком тут много общения много переговоров по этой карте вам кто-то может предлагать что-то из внешнего мира заинтересовывать вас своими предложениями и от чего-то вам здесь не стоит отказываться потому что по рыцарю монет предложение для вас хорошее которое предполагает дополнительный доход но возможно это вы сами кому-то предлагаете свои услуги вы сможете что-то выгодно продать предложить обменять в зависимости чем вы занимаетесь если говорить о женщинах то от мужчины что-то может зависеть не только в делах и в работе от мужчины также может предлагаться финансовая поддержка от которой не стоит отказываться или помощь в делах от которой также не стоит отказываться а наоборот именно с мужчиной вам нужно объединить свои усилия для лучшего результата и успеха и так как многие из вас хотят что-то поменять финансовой сфере что-то улучшить вот эта карта очень благоприятно она говорит о том что у вас получается две материальные карты которые также предполагают безбедную жизнь и большую активность поэтому всю эту неделю многие из вас будут очень заняты но время у вас будет оставаться на все и на досуг и на отдыхе на общение с друзьями и на работу вернемся к нашей центральной карте так как эта карта основных кармических задач и поговорим еще немножечко о ней двойка жезлов предполагает выбор и двойственность и она как совет говорит вам о том что возможно пришло время вам задуматься о дополнительном направлении что-то дополнительно развить но эта карта призывает вас не спешить анализировать каждый свой шаг но все-таки мы сейчас возьмем дополнительные карты для тех кто работает и для тех кто в поиске работает для тех кто в поиске эта карта предполагает то что будут варианты выбора но тоже не стоит торопиться потому что скорее всего немножечко позже будут более выгодные или более удачные варианты для вас для тех кто работает сейчас мы возьмем дополнение для вас и посмотрим что вам нужно знать в отношении рабочей деловой сферы для вас выпала карта старшего аркана папы карта иера фанта и эта карта говорит сама за себя это помощь и покровительство в отношении вас высшими силами для кого-то это мощные покровители на земле в лице определенных людей или чиновников то есть возможно по этой карте вам кто-то протежирует помогает для кого-то это крупный босс чиновник начальник официальное лицо прекрасная карта также для мужчин она может говорить о том что многие из вас уже чего-то в этой жизни добились и к вам еще могут приходить за помощью и за советом и по этой карте вы кому-то помогаете то есть от вас могут зависеть другие люди вы можете быть прекрасными управленцами если говорить о женщинах то то же самое вы можете управлять и эта карта предполагает то что где-то у вас даже мужские черты характера если вопрос касается работы но эта карта полной защищенности поэтому я не вижу ни потери финансов и даже если сейчас из-за чего-то двойственность вы скорее всего примите для себя важно и нужное решение потому что ваш ангел-хранитель дает вам подсказки для тех кто в поиске работы возьмем также дополнительную карту и для вас мы видим карту старшего аркана императрицы прекрасная карта для женщин и она говорит о том что вы способны иметь свое дело свой бизнес для кого-то это может быть сфера красоты но не обязательно почему-то говорю потому что я вижу очень ухоженную красивую женщину и вы также умеете дарить радость другим людям своими знаниями своим творчеством своим живым умом и конечно же вам свои знания нужно применять в жизнь эта карта говорит о том что вы способны совмещать не один проект вы способны запустить что-то свое совмещать несколько направлений и при этом быть весьма успешной благодаря вам будут развиваться еще те люди которые рядышком потому что вы кому-то будете помогать и кого-то умелой и правильной рукой наставлять на путь истинный даже если вы найдете работу в коллективе и будете работать на кого-то вы очень быстро добиваетесь успеха и эта карта гарантирует продвижение по карьерной лестнице если говорить о мужчинах то ваше развитие зависит от женщины поэтому прислушайтесь к советам дамы в вашем окружении есть та женщина которая для вас является номером один и она плохого вам не посоветуют перейдем в дом ваших финансов долгов вложений кредитов и финансовый дом выпала материальная карта это тройка монет это уже хороший знак когда в материальный дом выпадает финансовая карта эта карта предвещает развитие и успешность в делах очень выгодно и продуктивное взаимодействие с другими людьми если ваши деньги напрямую зависит от вашей работы вы делаете ее на качество и вы развиваетесь всегда я не вижу чтоб вы тормозили или стояли на месте эта карта может говорить о том что вы готовы вкладываться в любые тренинги мастер-классы изучать что-то самостоятельно вы готовы вкладывать деньги в работу в образование вы развиваетесь если у вас есть долги или кредиты вы успешно их можете закрывать уже в этом периоде по чуть-чуть постепенно но здесь я не вижу никаких проблем если кто-то должен деньги вам то по этой карте возможны переговоры но денежки вам должны отдать возможно не сразу всю сумму небольшими частями но деньги вам отдают и я возьму еще одну дополнительную карту если у вас есть должники эта карта восьмерки монет деньги вы точно сможете вернуть назад если именно в этом периоде вы пытаетесь оформить любые льготы документы касающиеся субсидий определенных благ от государства то здесь тоже что-то развивается успешно ваш вопрос рассматривается и впоследствии вы получите то что для вас важно в этом периоде будут успешны любые вложения в особенности которые касаются работы и образования но также и любые другие вложения будут для вас полностью оправданы потому что они предвещают вам дальнейший рост это говорит о том что вложения вы делаете правильные если именно в этом периоде вы захотите оформить кредит взять недостающую сумму денег в долг у вас получится вас одобряют и деньги на руках у вас будут это небольшой приход денег но вы можете его вполне организовать если для вас это необходимо на внешний мир для вас выпала также очень активная карта это рыцарь жезлов эта карта может показывать любого рода передвижения вашу собственную активность возможно у кого-то есть собственный транспорт и вы часто куда-то ездите если говорить о женщинах то что-то в ваших делах и вашей жизни может зависеть от мужского лица потому что по этой карте информация к вам поступает от мужчины возможно это что-то срочное то что нужно делать здесь и сейчас или определенная важная встреча и нужно использовать момент с кем-то встретиться увидится все пойдет вам на пользу если говорить о мужчинах эта карта может показывать любого вашего компаньона друга сотрудника с которым возможно вы обсуждаете любые дороги или дела тоже успешная карта не сидите главное на месте общайтесь сотрудничать и и все будет получаться перейдем на события ближайшего периода те события которые будут развиваться уже с 5 декабря и далее то есть ближайшая неделя по истечению этого срока и для вас выпала карта старшего аркана суда карта шестерки монет и карта пажа монет карты хорошие но они говорят о том что на ближайшую неделю возможно в конце этой недели перед вами станет очень важный вопрос так как карта суда может напрямую говорить о судах о следствиях о сложных разбирательствах ваш вопрос по-прежнему остается открытым скорее всего вам здесь понадобится чья-то помощь и вы должны кого-то подключить помощь придет и ваш вопрос будет развиваться благоприятно то есть он будет на рассмотрении и будут позитивные изменения ваш вопрос может потребовать дополнительных денег или вложений но они у вас будут эта карта может показывать любые семейные родовые проблемы и то что помощь нужна будет кому-то из ваших близких по шестерке монет у вас есть финансы для того чтобы кому-то помочь и по этой карте вы помогаете сознательно я вижу что вы даже не ждете чтобы вам вернули эти деньги то есть вы даете бескорыстно у вас есть вы помогаете эта карта может показывать меценатство это что возможно вы также помогаете детским домам приютом или тем людям которым хуже вас в работе в ближайшую неделю тоже будут перемены возможно нужно будет привести в порядок определенные бумаги документы или договоренности возможно нужно будет перезаключить определенные договора но здесь все благоприятно главное все делайте вовремя и последовательно и шестерка монеты карта пажа монет предвещает труд работу возможности даже если вы не работаете это ваша семья или ваши близкие которые позаботятся о вас здесь я не вижу никаких больших проблем проблем и есть но все они решаемы и касательно семьи и касательно чего-то другого перейдем карте которая расскажет чем для вас завершится эта неделя и здесь мы видим 10 жезлов эта карта говорит о том что вы пытаетесь охватить необъятное вы-то тянете на себе очень много всего и вы все это на свои плечи взвалили абсолютно добровольно но что важно все таки это хороший результат и многие из вас довольны результатами этой недели то есть когда вы видите перед собой цель для вас не важны препятствия вы просто делаете и очень часто не взираете и очень часто не обращаете внимание где-то на свою усталость и то что вам нужно отдохнуть а эта карта говорит о том что усталость накапливается у кого-то могут болеть ноги спина поясница голова эта карта большого напряжения поэтому все таки не забывайте отдыхать своевременно для того чтобы у вас на все были силы как я вам уже и говорила это очень активные выходные где бы вы ни находились даже если вы будете дома вы себе найдете массу дел и я так полагаю что выходные устанете еще больше чем в течение всей рабочей недели поэтому найдите время для отдыха и давайте возьмем карту основного совета для вас выпала карта пожар жезлов у тех у кого есть взрослые дети в особенности мальчики эта карта может говорить о том что вам нужно пообщаться поговорить возможно вашему сыну ребенку нужна определенная поддержка и помощь эта карта прекрасна для любого рода образования поэтому если вы развиваетесь продолжаете развиваться в чем-то вас будет поддерживать мужское лицо если говорить о женщина также эта карта говорит о том что вы не должны унывать падать духом но я этого в вашем раскладе и не вижу продолжайте оставаться такими же жизнерадостными и активными идите вперед и эта карта говорит о том что вы должны уметь других людей заинтересовывать своими идеями и вы будете на высоте вы много вас можете добиться и многое решить эта карта может показывать просто активный образ жизни встречи разговоры коммуникации и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание тот вопрос который вы загадали для вас выпала восьмерка чаш к сожалению она пока дает ответ нет но если вы задали вопрос относительно того стоит ли мне что-то бросить стоит ли мне выйти из каких-то отношений эта карта дает ответ да потому что по этой карте уход выход от каких-то отношений или обязательств которые вас напрягают и эта карта предполагает поиск лучшей жизни но возможно в том вопросе который сейчас для вас важен либо вы с кем-то не находите общего языка либо с кем-то у вас разногласия и вы будете искать где-то выход в другом месте или возможно вообще в отношении своего вопроса вы что-то переиграете но давайте все-таки возьмем для вас карту как совет дополнение в отношении вашего вопроса и мы здесь видим карту башни эта карта подтверждает негативный аспект этой карты и говорит о том что что-то не получается так как эта карта совета она вам говорит о том что вам это пока не надо потому что если вы сейчас поторопитесь во что-то может вести к разрушениям либо слишком спонтанные действия также приведут вас к затруднениям на совет эта карта говорит о том пока нет и она вам и не нужно сейчас в данном периоде в на тот период на который вы задали вопрос также хочу дополнить что если вопрос касается работы или казенных домов то скорее всего вот эта карта может говорить о том что возможно вам даже нужно с кем-то разговаривать на повышенных но вы будете нервничать сами и ваш вопрос все равно не решается и давайте возьмем еще несколько дополнительных карт из 2 люцифера и спросим что еще вам было бы интересно знать я так полагаю что вот эти две карты выпали скорее всего в отношении вашего вопроса потому что вот эта карта может говорить о отсечении чего-либо эта карта смерти но она не показывает смерть на физическом уровне в вашем случае она показывает борьбу потому что вторая карта говорит о борьбе либо о сложной жизненной ситуации возможно на вас кто-то пытается оказывать давление или вам самому или самой что-то нужно решать силовыми действиями все-таки я возьму еще одну дополнительную карту мы видим 21 аркан эта карта говорит о том что вы постоянно вспоминаете о том что было в прошлом либо анализируете ошибку прошлого но эта карта говорит о том что позабудьте о том что было вчера и о том что было когда-то эта карта говорит о том что отбросьте сомнения если вы не будете возвращаться к чему-то старому ненужному а есть какая-то ситуация которая себя уже отжила исчерпала полностью эта карта нового движения и она говорит о том что если вы будете идти вперед выбирать для себя новые дополнительные направления у кого-то возможность даже это начать новый важный проект тоже не бойтесь и идите вперед возможно кто-то думает о отношениях личного характера в отношения прошлого возвращаться не стоит в будущем вас могут ждать новые знакомства новые встречи и вы свою жизнь еще выстроите и вполне благополучно на дела и на бизнес карта говорит о том же самом идите вперед но я так полагаю что что-то нужно немножечко поменять скорректировать вот такая дополнительная информация уважаемые львы и львицы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация была для вас важной и полезной подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан нажимайте пальчиком на колокольчик для того чтобы не пропустить следующее видео а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозов всем удачи и до свидания а